Содержание. Пишите, пожалуйста, во вкладочку «Вопросы». Это слева в меню такой значок со знаком «Вопросы». Вы открываете и туда записываете. Все вопросы организационно-регламентационного характера пишем в общий чат. Это то, что у нас теперь называется «Разговоры». Это кнопочка повыше. Слева на черной полосе меню. Вот разговоры – это общий чат. Сюда регламентационные вопросы пишем. И знак «Вопросы» – это вопросы по теме, которую вы хотите задать мне, чтобы нам не путаться и легче было потом находить эти вопросы. И пока связь у нас все хорошо, все нормально, запись пошла. И переходим к нашей сегодняшней теме уже непосредственно. Еще раз напоминаю, коллеги, для тех, кто подошел позже, если нас будет выбрасывать, пробуем, технические сложности могут быть, пробуем перезайти. Если не получается в течение 20 минут у меня и у вас, тогда мы просто… или нас часто начинает выбрасывать, тогда мы просто переносим вебинар и уведомим вас в нашей группе на Фейсбуке и сделаем обязательно рассылку. В случае переносов, кстати, вторая регистрация уже не понадобится. Второй раз не надо регистрироваться на вебинар. Вам придет напоминание, по старой ссылке сможете заходить. И переходим к нашей сегодняшней теме уже непосредственно. Сегодня мы с вами говорим о ссылках и начнем с самого начала. У нас три вебинара на эту тему, поэтому не будем мешать все в одну кучу. Сегодня самые основы. На следующем вебинаре мы разберем некоторые нюансы подстрочных и затекстовых ссылок. И третий вебинар 10 февраля у нас будет по электронным ресурсам. Поэтому если какие-то вопросы возникают по темам электронных ресурсов, как оформить правильно ссылку и прочее, пишите, пожалуйста, во вкладку «Вопросы». Я их туда обязательно в нужную тему, в нужное время на вебинаре мы их попробуем рассмотреть. И по нашим ссылкам. Три вопроса у нас сегодня с вами стоят. Это классификация и схемы ссылок. Подстрочные и затекстовые ссылки. Оформление про внутритекстовые мы скажем буквально пару слов, так как они не часто используются и применяются, но тем не менее могут нам попадаться. Вот такие вот три вопроса у нас с вами стоят. И говоря о ссылках, нужно сразу вспомнить тот документ, который и регламентирует правила оформления, требования к оформлению и правила составления ссылок. Это ГОСТ-2008, так называемый, если сокращенно мы это так называем, часто полное название, библиографическая ссылка, общие требования, правила составления. ГОСТ-R705-2008. ГОСТ-2008 года. Это стандарт, который устанавливает общие требования, общие правила для составления библиографической ссылки. И здесь же он определяет и структуру, виды, расположение в документах, все, что касается ссылок. На что распространяется этот стандарт? Он распространяется на библиографические ссылки, которые используются в опубликованных и неопубликованных документах на любых носителях. И предназначение этого документа для редакторов, издателей и для авторов. Вот мы скорее подпадаем чаще всего под... Хотя бывают у нас и редакторы, и издатели, но чаще всего, как авторов, нам вот этот ГОСТ и будет интересен. По терминологии. Здесь еще используется термин документ, когда будете читать ГОСТ, не пугайтесь. В ГОСТе 2018 библиографического описания, в новый ГОСТ, который приняли, и который с июля уже действует на территории Российской Федерации, там уже вместо слова документ используется слово ресурс. Здесь еще по-старому. Поэтому и я еще и сбиваюсь сама, и часто мы сами тоже сбиваемся. То документ, то ресурс. Давайте договоримся так. Когда мы говорим о ссылках на нашем вебинаре под ресурсом и документом, мы подразумеваем одно и то же. Это одно и то же. Ставим знак равно, чтобы нам не запутаться. Потому что в ГОСТе 2008 пока еще сохранилось старое название. И объектами для составления библиографической ссылки являются все, вот опять же, не ресурсы, а все документы, все виды документов, как опубликованных, так и не опубликованных, на любых носителях, в том числе электронные ресурсы. Значит, на электронные ресурсы ссылки мы даем обязательно. И составные части документов. Ссылку мы составляем как на документ или ресурс целиком, так и на отдельную его часть. Составная часть документа в ГОСТе 2008, это называется аналитические ссылки. В старом ГОСТе по библиографическим описаниям это называлось аналитические описания. А сейчас это называется составная часть ресурса. Вот в новом ГОСТе библиографических описаний. Под составные части документов подразумеваются статьи в периодических изданиях, различных сборниках, материалах, трудах, главы из книг, даже различные цитаты. Это тоже все подпадает под понятие составной части документа или составной части ресурса. И здесь же в ГОСТе основное требование к ссылке это то, что библиографические сведения, которые в нашей ссылке присутствуют, должны обеспечить поиск объекта ссылки и его идентификацию. То есть наоборот, сначала идентифицируем документ, что это за документ, а потом его ищем. И ссылка должна быть составлена так, чтобы вот то количество элементов областей, которые присутствуют в нашей ссылке, они давали возможность нам найти этот документ. Понять, что это за документ, и потом его найти. И поэтому слишком уж сокращать ссылку не рекомендуется, особенно первично. Ирина, прошу прощения, коллеги, в новой версии не пишется отчество, поэтому просто по именам уж простите. Ирина Смольянова. С телефона презентация не скачивается, с компьютера тоже. Да, презентация у нас сейчас не скачивается, у нас немножечко по-другому презентация находится. В конце я еще раз повторю, и ссылку вам дам, не волнуйтесь, без презентации не оставлю. Просто вот эту вот ссылочку себе скачайте, и логин, пароль для того, чтобы ей можно было воспользоваться. И говорим ли мы об оформлении ссылок для публикации в русскоязычных изданиях или в зарубежных изданиях, ну, или о ссылках в студенческих работах или диссертационных исследованиях. Есть несколько моментов, которые для нас важны, которые важно помнить в любом случае, чтобы мы не делали. Да, ну вот про объекты библиографические ссылки мы уже сказали, а вот они, эти важные моменты. Ссылки составляются. То, о чем мы иногда забываем сами, а уж наши студенты забывают на каждом втором шаге. На все виды заимствования обязательно даются ссылки. Даже если мы пересказываем мысли, высказанную автором, своими словами, все равно мы ссылку обязаны дать на этот фрагмент. Ну, соблюдение, во-первых, это соблюдение авторского права. Во-вторых, это ваша подстраховка при определении процента оригинальности текста. Если есть ссылка, и если на первом этапе машинной проверки в антиплагиате он показывает, что это некорректное заимствование, а в работе вы видите, что ссылки стоят, и все выполнено правильно, и они оформлены правильно, и по этой ссылке вы находите именно этот текст, то при проверке на антиплагиат есть два этапа – машины и ручной. И вот на ручном этапе мы можем снять галочки, проверяя работу студентов. Ну, собственно, что мы и делали. Это увеличивает трудоемкость, но дает более правильный результат. У нас увеличение процента оригинальности текста было где-то процентов на 15. При проверке дипломной работы мы вот такую вещь дам. Вот такая вот вещь. Правильно оформленная ссылка, она помогает увеличить, собственно, процент оригинальности текста. Но не везде, к сожалению. Ручная проверка осуществляется, но тем не менее. Виды заимствований. Как мы помним, у нас два – прямое и косвенное. Прямое – то, что мы ставим в кавычках, да, прямое цитирование и даем ссылку. Сергей, ссылки пишутся внизу на выпускных работах, пишутся так, как написано в ваших методических рекомендациях. Вот про виды ссылок мы еще поговорим. Возможны различные варианты. Поэтому здесь нужно читать методические рекомендации. Один из трех видов ссылок обязательно будет, естественно, присутствовать. Часто на косвенное цитирование не считаем нужным... Надежда, да, чуть попозже про презентацию скажу, хорошо. На косвенное цитирование часто не считаем нужным ставить ссылку, и особенно этим грешат учащиеся или студенты. Но своими словами изложили мысли, но в корне это не совсем правильно. Слова-то свои, но мысли-то чужие. И пересказать теорию относительности Эйнштейна своими словами, ну, от этого она не станет вашей. Она так и останется его. Поэтому ссылку здесь тоже нужно давать. Второе правило. Каждому источнику в списке литературы обязательно должна соответствовать ссылка хотя бы один раз в тексте, но ссылка должна быть на тот источник, который указан в списке. Поэтому здесь очень внимательно, когда оформляете ссылки, соотносите их с списком источников. Иногда оформление ссылок и формирование списка источников удобно вести параллельно с тем, чтобы уж точно быть уверенным и на последнем моменте не путаться, был ли журнальчик процитирован или нет. Знак, точка, тире, заменяется на точку. В ГОСТе написано так. Допускается заменять, но чаще всего заменяют. Хотя есть варианты, когда дается описание, и в ГОСТе такой пример тоже приводится, когда точка, тире, сохраняются. Опять же, смотрите на свои методические рекомендации. Ну так по умолчанию принято, что точка, тире все-таки в ссылках заменяется на точку, ну, чтобы отличать их от библиографических описаний. Наверное. Хотя в некоторых случаях может и оставляться. Как прописано в методических рекомендациях конкретного вуза или кафедры. Если там написано, что в образце ссылок, что заменяется на точку, значит заменяется. В ГОСТе написано допускается, но по умолчанию чаще всего заменяется. Сокращение слов допускается. Вот здесь, в отличие от ГОСТ 2018, допускается сокращение слов, кроме основного заглавия документов. И если мы говорим, прошу прощения, про ссылки на составную часть ресурса, то название идентифицирующего документа, то есть название журнала, откуда мы эту статью взяли, сокращение тоже не допускается. Название статьи, название журнала или сборника, вот их мы не сокращаем, приводим полностью. Вот это тоже важно помнить. Иногда журналы сокращают, там социологические исследования, какой-нибудь соци, сцис, раскрывать. Лучше раскрыть название журнала, что это такое. Вместо общего объема количества страниц, вот три варианта возможны в ссылках, мы можем указать и общее количество страниц, можем указать погенацию, то есть так, как мы делаем для статей, с 13 по 24 страницу, мы записываем так, как у нас на слайде в скобочках. И можем указывать конкретную страницу. От чего это зависит? От контекста. Если мы ссылаемся в тексте, даем точную цитату, заключенную в кавычке, либо ссылаемся своими словами, косвенное заимствование, но на конкретный момент текста, на конкретный фрагмент текста, то мы можем указать, и в случае прямого цитирования должны указать конкретную страницу источника, откуда мы это взяли, чтобы, перейдя по ней, мы могли сравнить, да, действительно отсюда. Общее количество страниц, тогда, когда мы ссылаемся в тексте на, например, общую концепцию, высказываем согласие-несогласие, с общей концепцией, высказанной автором или раскрытой автором вот в такой-то работе. Естественно, что мы все 600 страниц, вот тогда мы указываем, какая работа и что она, на физической характеристика книги, там 600 страниц. Естественно, что вся эта концепция может рассматриваться на всех этих 600 страницах. Поэтому мы вот так и указываем, что мы ее прочитали, этим мы говорим, что мы ее прочитали, мы ее используем в своей работе и имеем право ее поставить в список источников. И не-не-не-не-не, страница указана в круглых скобках. Наталья, нет, это для примера, что такое пагинация. Так, сейчас карандашик попробую взять. Вот это вот, это... А почему не красная? Вот. Это пример пагинации. Это пример пагинации. Пагинация – это то, что мы указываем в конце. Да, вот это вот. В круглых скобках это здесь в тексте. Обычно в самом описании мы приводим, конечно, без круглых скобок. И если мы ссылаемся вот таким же образом на статью, тогда мы приводим вот эту вот так называемую пагинацию, да, что мы прочитали вот эту статью, которая расположена на этих страницах, и поэтому мы ее здесь указываем. Фамилии – вот это важный момент, коллеги. Иногда забываем и путаемся. Опять же, это у нас ГОСТ. ГОСТ 2008, а не 2018. Когда мы говорим о библиографических описаниях, которые используются при составлении списков, источников, тогда мы повторяем авторов за косой чертой в сведениях об ответственности. Что касается ссылок, фамилии авторов, указанные в начале, в сведениях об ответственности не повторяются второй раз. В ссылках мы их не пишем. И пункт 492. Можно не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из предписанного источника информации. У нас есть места в книге, места в документах. Откуда мы берем сведения для составления библиографических описаний или ссылок. Если мы берем... Это называется предписанные источники информации. Если мы берем не из этого источника, а из какого-то другого места книги информацию, которая нам нужна для ссылки или библиографического описания, то мы должны были бы... Или на основании анализа документа мы делаем вывод, что это монография. Вот тогда мы должны бы в библиографическом описании ставить это в квадратные скобки. В ссылках этого можно не делать. Ну, кроме случаев, когда мы пишем автора, сокращаем в сведениях об ответственности книгу четырех и более авторов, вот тогда мы пишем первого, и вот тогда квадратные скобочки у нас остаются. Если этого в книге вообще нет, это мы сами сделали, тогда мы пишем в квадратных скобках. А если мы просто взяли не из указанного источника информация, а из другого места, но это в книге есть, тогда квадратные скобки можно не ставить. ДОИ статьи в ссылке, где его указывать. ДОИ указывается после названия. На следующем вебинаре мы вот эти нюансы с ДОИ и прочими вещами тоже будем смотреть и разбирать. Либо про электронные ресурсы. Наверное, и там, и там посмотрим. В ссылке, так же, как электронный адрес, лучше указать, пусть будет, в списке источников указываем обязательно, когда составляем библиографическое описание, вот там обязательно ставим. Если 2, 3, да, да, Ольга Николаевна, это да, сейчас мы как раз к этому и подойдем. Ну и про наши предписанные источники информации. Что к ним относится? Здесь на слайде приведен только краткий перечень, откуда берется информация для составления библиографических описаний и ссылок. Во-первых, это титульный лист. Это только несколько, их гораздо больше. Только самые основные, с которыми нам чаще всего и приходится работать как автором, как непрофессионалом библиографом. Титульный лист. Это и титульная страница, и оборот титульного листа. Вот это все вместе и называется титульный лист. С обложки, да, какие-то сведения мы можем взять. Выпускные и надвыпускные данные. Это то, что находится в конце книги. Если открыть конец, с конца любую книгу, там у нас идет отпечатано в типографским способом, в типографии такой-то, такой-то, и повторяются еще данные. Вот это есть выпускные и надвыпускные данные. Отсюда мы тоже информацию можем подчеркнуть о нашем источнике, если это необходимо. Оглавление. Если на составную часть ресурса, прям вот обязательно, да, смотрим по оглавлению. Количество страниц уж точно. Количество страниц для книги, то, что указано в оглавлении, может не совпадать с реальным количеством страниц, оно может быть больше, потому что, ну да, указано приложение, страница 144, и мы пишем себе в описании ссылку 144 страниц в книге. Но приложение только начинается на 144 странице, а сколько оно там еще занимает. Поэтому нужно открыть книгу и посмотреть, сколько на самом деле там страниц. Тогда это будет точно. Ну и с оборота титульного листа, скорее всего, там точно приведены эти данные. Сам текст, иногда информацию об авторах, каких-то недостающих элементах, мы можем взять на основе анализа всей книги, на основе анализа текста. Текст мы тоже смотрим, опять же, для аналитических описаний. Статья из журнала. Мы проверяем номера страниц, чтобы по генацию точно указать, авторов, соавторов, чтобы никого не упустить. И на самом последнем месте, там еще много-много пунктов, что является предписанным источником информации. Это вот самый-самый такой базовый набор, наверное, куда мы чаще всего заглядываем. И самое последнее – это макет аннотированной каталожной карточки. Да, и важное, пожалуйста, коллеги, вот это запомните. При разночтениях предпочтение отдается сведениям, расположенным на титульном листе. Титульный лист – наше все. Значит, макет аннотированной каталожной карточки. Вот это вот, 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 на обороте титульного листа, вот это и является макетом аннотированной каталожной карточки. Сведения могут различаться. Вот это титульный лист, титульная страница, да, а вот это оборот титульного листа. Вот это все вместе и называется титульный лист. В правах сведения уравняли, поэтому то, что берется с оборота титульного листа, в квадратные скобки ставить не нужно. Мы их записываем наравне с информацией с титула. Информация... И помните, у нас вот здесь было... Конечно, конечно, Нина Смирнова... Прошу прощения, коллеги, еще раз. Отчество не пишет, поэтому только по именам и фамилиям. Запись обязательно будет. Про презентацию я в конце скажу, где ее можно будет смотреть. Вот. Вот это вот важный пункт. При разночтениях предпочтения отдается сведениям на титульном листе. Это вот как раз... Как раз вот тот самый случай. Да, так. Так, так, так. И что-то у меня... Презентация не переключается. Так, коллеги, хорошо ли видно, слышно? Все ли у нас на месте? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Ага, все, спасибо. Немножко подвисла, но, слава богу, не выкинула. Разночтения могут быть на обороте и на титульном листе. Например, с годом. Мы с этим уже сталкивались. Было несколько таких случаев, когда здесь, например, написано год 2013, а вот здесь было написано, ну, условно говоря, год 2003. И вот какой? Понятно, что где-то произошла опечатка. Преимущество, предпочтение при разночтениях информации на титульном листе и на титуле отдается титул, титулу, титульной странице. Еще один вариант можно проверить, если с годами такая история происходит. Можно посмотреть вот те самые надвыпускные, выпускные данные в конце книги, да, когда она была сдана в печать. Понятно, что если это 2013 год, свежая книга в печать, она вряд ли была сдана в 2002 или 2003, 10 лет вряд ли она будет лежать в издательстве, издательство будет ее, или там в типографию, да, будет 10 лет печатать книгу, да, ну, вряд ли. Поэтому вот проверяем, но преимущество – это ту информацию, которая приводится на титульном листе. И, в принципе, на титуле есть все, что нам нужно для составления и описания, и ссылки. У нас есть все сведения об ответственности, у нас есть название серии, у нас есть авторы или авторы, у нас есть заглавия, у нас есть сведения, относящиеся к заглавию, раскрывающие, что это такое, это монография, это учебник, это учебное пособие, хрестоматия и так далее. У нас есть сведения об издании, тоже важный момент, который в ссылках тоже хорошо бы указывает. И у нас есть сведения о месте издания, издательстве, годе, осталось только взять страницы, да, вот практически все мы из титульного листа и забираем. И предписанные источники информации у нас одни и те же, и для библиографического описания, и для ссылки. Вот если использовать такую метафору, мы к ней уже как-то обращались, строительный материал, это вот те блоки, да, набор окна, двери. Вот блок, это большой блок, это или области библиографического описания. Более подробно мы эти области рассматривали на наших вебинарах, когда говорили о библиографических описаниях. И вот эти вот блоки, они одинаковы. Области, они одинаковы, что для библиографических описаний, что для ссылок. Ну, естественно, они могут быть, хоть они и одинаковы, но они могут отличаться по количеству элементов. Вот окна двери – это элемент. У нас может быть блок из одних окон, может быть блок с дверью, без окон и так далее. И скрепляющий раствор, чтобы это все держалось, вся конструкция – это знаки предписанной пунктуации. Их мы тоже на вебинаре по библиографическим описаниям и по ГОСТам рассматривали, и таблички я вам тоже давала. То, что как правильно ставить эти знаки, эти запятые, точки, тире и точки и прочее, чтобы наши дома не рассыпались. И в зависимости от того, что у нас войдет в этот блок, мы получим либо вот такой набор, да, либо вот такой. Но элементы, они одинаковы. Что здесь, что здесь. Как мы их соберем, мы получим либо ссылку, либо описание. И опять же, либо полное, либо краткое, расширенное. Все зависит от набора обязательных факультативных элементов и прочее. Ссылками они поменьше. Сюда мы меньше элементов включаем, чем в библиографические описания. Здесь попроще. Может быть, может быть. Но элементы остаются одни и те же. Поэтому, коллеги, если с этим не знакомы, вот эту тему обязательно себе на заметку возьмите. Без этого оформление ссылок для нас остается китайской грамотой. То есть мы должны понимать, что мы записываем, куда мы записываем, почему именно так. Поэтому вот на этот момент тоже обратите внимание. Должно быть хотя бы элементарное представление, из чего состоит библиографическое описание и ссылка. Они состоят. Структура у них практически одинаковая. Какие элементы мы туда включим, какие у нас будут. Вот такая у нас будет. Либо большая ссылка и библиографическое описание, либо маленькая. Какие бывают ссылки по видам, по месторасположению в документе? Вот был вопрос, а в студенческих работах внизу страницы писать или не внизу страницы писать? Отвечаю. И так, и так, и этак. Смотря какой тип ссылки по месторасположению в документе будет прописан в ваших методических рекомендациях на ВКР, на выполнение курсовой работы, магистрской работы и так далее. Либо подстрочная. Тогда внизу страницы делаем сноску и записываем данные, позволяющие нам идентифицировать этот документ. В первую очередь это обязательно будет заголовок, то есть автор. Это название, заглавие. Это сведения, относящиеся к заглавию. Что это такое? Это монография. Это учебник. Это хрестоматия. Нет, это справочник. Вот это лучше указать. Место издания, год издания и количество страниц. Потому что в тексте мы ссылались не на конкретный фрагмент, не давали конкретную цитату из этого справочного пособия, например, а говорили о том, что эти вопросы, знаете, как в аналитическом обзоре, в введении мы пишем, или когда раскрываем научную, как-то научная проработанность тематики, эти вопросы были рассмотрены в работах, например, Альберта и кого-то там еще. И вот мы приводим ссылку. То есть мы эту работу прочитали, мы на нее ссылаемся, и мы говорим, что эти вопросы подробнее, вот, пожалуйста, открывайте эту книгу и читайте, как он там рассматривал эти вопросы. Внутритекстовая книга. Ссылка. Записывается. Да, подстрочная оформляется шерифтом меньше, чем обычный шерифт. По умолчанию в Ворде у нас стоит обычный десятый шерифт, но иногда просят выставить двенадцатый, так как очень действительно мелко, когда много ссылок научным руководителям, вычитывая по 30-40 работ, это просто сломать глаза. Поэтому иногда прописывают, опять же, читайте свои методические рекомендации. Если там написан двенадцатый шерифт, значит, настраивая ссылку-сноску в Ворде, обратите внимание, чтобы настроить правильный размер шерифта, и чтобы у вас уже все ссылки-сноски шли двенадцатым шерифтом, а не десятым. Внутритекстовая ссылка ставится в самом тексте, помещается в текст документа. Может быть, как в конце предложения, так... Мы вернулись, мы вернулись. По повторяемости. Надеюсь, все-все-все-все наладится все-таки в конце концов и будет нормально, но пока у нас вот такие сбои происходят. Но, слава богу, пока запись включилась и все нормально, идем, очень быстро пройдем дальше, а дальше будем смотреть. По повторяемости ссылки у нас бывают первичные и повторные. Поэтому я постараюсь сейчас максимально ускориться, чтобы нам не выпустить максимум информации и спеть. Первичные. В первый раз мы приводим сведения о документе в нашем тексте документа, даем на них ссылку, поэтому здесь максимум информации мы даем. Повторная ссылка – это когда ранее указаны библиографические сведения, повторяются, но уже в сокращенной форме. Вот повторные ссылки мы имеем право сокращать. Внутри текстовый вариант будет список литературы. Не-не-не, Ольга, здесь, смотрите, чаще всего здесь тот же самый вариант, что с подстрочными выбирается. Но, опять же, это зависит от решения, как давать список источников. Иногда их, ну, это к затекстовым вообще-то относится, но чаще всего сокращают мучения и авторов, скажем, учащихся, если касается студенческих работ, и преподавателей, которым это все еще проверять, по правилам, да, должен быть список ссылок в конце и отдельно по ГОСТу 2008, и отдельно должен идти список источников по ГОСТу 2018. Но тогда получается у нас как бы два списка в конце работы, и вот это вот все проверить – это же ужасно, да? А написать еще ужаснее, правда? Тем более по двум ГОСТам. Поэтому стараются идти на сокращение. Список источников, ну, мы вообще всегда оформляли, раньше по ГОСТу 2003, теперь по ГОСТу 2018, библиографического описания. Поэтому делают так. В самом тексте мы ссылки оформляем по ГОСТу 2008, как ссылки, да, те же самые внутритекстовые, а в конце работы даем список по ГОСТу 2018. Точно так же, как затекстовыми чаще всего делается. С подстрочными, с подстрочными вот так делается. Затекстовыми два варианта, может быть. Список в конце, может быть, оставляют просто по ГОСТу 2008, а 2018 не делают. Но это не совсем правильно, чаще всего переходит. Сейчас расскажу про это. Если нас не выкинет. Значит, в полных... Первичные ссылки чаще всего бывают полные, да, по полноте описания. Вот у нас как раз и бывают полные и краткие. Полная ссылка включает в себя максимум информации, мелкие детали. Здесь важна точная идентификация. И для списка источников все-таки по ГОСТу 2018 мы делаем. Затекстовые. И так тоже бывает. Сейчас покажу, Ольга. Два варианта есть. А сокращенная краткая ссылка, если необходимо отыскать только сам объект ссылки, и она предназначена в основном для поиска документов. Составляет эту ссылку на основе принципа лаконизма и в соответствии с требованиями, но в соответствии с требованиями ГОСТа 2008. Просто так взять и посокращать все, что нам придет в голову, нельзя. Да, есть правило сокращения. И, как правило, такие краткие ссылки – это повторные ссылки. Они для того, чтобы мы в списке источников нашли этот документ, увидели полную информацию о нем, и потом смогли бы его найти, взять и прочитать, и посмотреть. Есть еще один вид ссылок. Одинарный по количеству объектов. Ссылки могут быть одинарные, либо комплексные. Комплексная ссылка чаще всего дается в аналитическом обзоре, там, где мы перечисляем в тексте, например, авторов, научная разработанность тематики, кто еще писал на эту тему. И вот нам надо дать там шесть авторов разных, у каждого по две работы, в которых они рассматривали вот уже 12. Нам что, 12 подстрочных ссылок делать? Это же делается одна ссылка-сноска, и оформляется комплексная ссылка. Сноска будет одна, ссылка будет одна. А вот работу мы там перечислим, все вот эти 12 работ, шесть авторов, по две работы каждого. И в списке источников они будут расписаны все. Потому что номера у нас здесь не привязаны. Номер сноски к номеру в источнике мы это спокойно можем сделать. Вот оформляется для простоты вот такая вот комплексная ссылка. И по поводу структуры. Да, Ольга, ваш вопрос помню про ГОСТ. Это вот сейчас как раз покажу. Первичная полная ссылка, опять же, структура. Что в нее входит? Заголовок обязательно, основное заглавие, общее обозначение материала из ГОСТа библиографических описаний у нас ушло в последнюю область, мы помним. А здесь еще осталось это требование. То есть то, что мы после основного заглавия, то есть после названия через пробел в квадратных скобках писали электронный ресурс, вот это еще остается. ГОСТ 2008 для ссылок никто не отменял. Почему я здесь дописала? Для электронных ресурсов. Основной массив информации, который мы обрабатываем, это текстовый, который мы представляем в нашем списке источников. А общее обозначение материала допускается писать только для тех источников, которые в меньшинстве находятся в нашем списке. Ну и, соответственно, для ссылок. Поэтому вот это только чаще всего для электронных ресурсов. Но пока таковы требования, что печатных источников должно быть больше, чем электронных ресурсов. Поэтому мы дописываем для них. Сведения, относящиеся к заглавию, есть ли и есть, да. Сведения об ответственности, есть ли и есть, да. Помним, авторов мы не повторяем. Сведения об издании. Вот на это обращайте внимание. Если есть сведения, там 31-е, 328-е издание, дополненное, жутко переработанное, вот это сюда допишите. Потому что названия, а фамилии могут совпадать, названия могут совпадать. Издания, издательства могут совпадать. То есть разные издания могут быть, могут быть разные. И, соответственно, в разных изданиях, на разных страницах могут находиться те фрагменты, на которые вы ссылаетесь. И СБН. СБН, международный стандартный номер, сейчас стал обязательным. Но здесь при оформлении ссылок, конечно, хорошо бы в первичной его указать. Это тот номер, по которому мы точно можем найти этот, именно этот документ. Не запутаться в изданиях, в годах. И, впрочем, номер СБН, он уникальный. Это обязательный элемент, поэтому международный, номер, международный стандартный номер. Поэтому его и приводим обязательно. В списке источников, да, в ссылках иногда его игнорируют и опускают. Ничего страшного в этом нет. Но если уж в одном месте начали, в одной ссылке его приводить, тогда приводим по всем документам, где есть СБН для всех книг. В списке источников обязательно его указывать обязательно-обязательно нужно. И вот про авторов. Примерная структура подстрочной ссылки на книге одного, двух, трех и четырех, и более авторов. Вот если их один, два, три, мы их все приводим в заголовки. Если авторов больше четырех, то оформление ссылки идет под заглавием. И авторов приводим вот здесь у нас в конце. За косой чертой вот сюда их приводим. Ну, а все остальное остается то же самое. Сведения об издании, место издания, издательства, если есть. Год и физические характеристики – это наша страница. То есть трех авторов приводим обязательно. Для сериальных изданий. Если у нас есть серия. Помните наш титульный лист, который мы в самом начале смотрели. Сейчас прямо даже боюсь переключать. Очень хочется, но боюсь. Ой, переключилась. Вот у нас была здесь академическая книга. Вот эта академическая книга – это серия. Да, и нам ее нужно тогда будет указать. Вот здесь вместо серии лучших учебников мы напишем академическая книга. Если это издание сериальное, сведения о серии обязательно тоже указываем. И еще один момент, пока нас не выкинуло. Первичная полная ссылка на отдельный том, который мы рассматриваем как элемент многочастного ресурса, то есть многотомника, отдельный том многотомника. Номер тома обязательно тоже указываем в нашей ссылке. Если серия выходит в выпусках, выпуск, номер выпуска тоже обязательно нужно указывать. Название серии и номер выпуска. Ну, вот так примерно у нас будет выглядеть. Ну, вот хотя бы вот в таком виде у нас ссылка и должна быть оформлена. По поводу... Так, 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 сейчас скажу о Ольге Веселовой. Да, прошу прощения, коллеги, еще раз говорю. Отчество не воспроизводит, поэтому просто по именам. Затекстовая ссылка. Для затекстовой ссылки она имеет такую сложную структуру. В самом тексте присутствует отсылка, то, что мы пишем в квадратные скобки. Либо вот так просто номер источника, либо номер источника с указанием страницы. Если у нас ссылка идет на конкретный фрагмент текста, либо на цитату. И вторая часть – это выноска за текстом. Вот затекстовая ссылка – вот это все вместе. Вот это и есть затекстовая ссылка. Все в купе. Выноска за текстом. Номер 5. И вот под номером 5 у нас идет наш источник. Но вот это все оформляется по ГОСТу 2008. Но есть требование, что список источников к курсовым дипломным работам оформлять по ГОСТу 2018. То есть у нас еще появляется второй ГОСТ. И иногда, ну, как говорится, по принципу, что не запрещено, то разрешено. Вот эта вторая часть ссылки, она игнорируется. Ну, тут два варианта. Вообще-то бывает решение этого вопроса. Как уменьшить количество вот этих списков источников в конце курсовой работы. Либо делается все по этому ГОСТу, и у нас получаются просто оформленные за текстовые ссылки и списком, выноски за текстом. Но, да, если нас не выкинет, поверите. Но тогда у нас не получается списка источников. Немножко нарушение правил происходит. А иногда делают простую вещь. Игнорируя вот этот список ссылок, просто просят оформлять в конце список источников. Вот этого мы не делаем, а сразу делаем список источников по ГОСТу 2018. То есть вот здесь мы оформляем ровно так же, как выноску, список, нумерация, совпадает с номерами в отсылке авторов. Но вот эту часть мы оформляем не как ссылку. Видите, у нас здесь нет точки тире, часть элементов мы пропускаем, а мы оформляем вот по этому списку. Ольга, да, сама с трудом нашла логику повествования, где мы остановились из-за сбоя. Мы сейчас говорим о структурах. Мы сначала поговорили о ссылках, потом мы посмотрели, из каких элементов и областей, что библиографические описания и ссылки, они из одного и того же материала компонуются. Мы посмотрели, откуда мы берем информацию, предписанные источники информации, для составления и описаний, и ссылок в том числе. А затем мы пошли говорить про подтекстовые, про виды ссылок и про подстрочные ссылки. И вот сейчас мы дошли до затекстовых. Выноск, да, это фактически два, ну, не приложения, это две разных части, скажем так. Они не в приложениях оформляются, они оформляются как список источников, да. Ну, вот по правилам после текста у нас должна была бы идти список ссылок, а потом еще вот этот, да, вот этот. А потом еще список источников, список использованной литературы, как его обычно называют. Два списка должно быть. Вот этот список чаще всего игнорируют, и мы оформляем только список источников. Исключение. Когда вы оформляете материалы для статей, для публикации в научных изданиях, у них чаще всего нет вот этой части, но зато присутствует вот эта часть. Вот в этом различие. Если студенческая работа, то чаще всего мы делаем по ГОСТу 2018, а список источников нет. У нас идет просто отсылка в тексте, и все. Для статей в основном по ГОСТу 2008 и требуется оформление вот этих двух частей. Просто имейте это в виду. Где, где, что? Не по алфавиту, по нумерации затекстовых ссылок. А, можно все, как написано в методичке. Если вы сами пишете методичку, подумайте, как удобнее сделать. По алфавиту, либо по мере, это называется, по мере появления ссылки в тексте. Вот затекстовые очень часто так и делают. Тогда в списке источников они у нас могут идти и не по алфавиту. Ну, Ирин, к сожалению, оставить нельзя было, потому что флэш, на котором работал предыдущая версия Мерополиса, это уже компания Adobe его ликвидировала. Поэтому, если бы мы оставили все, как было, то мы бы не смогли работать вообще. Ничего, это первый просто этап. Все обойдется, все наладится. Вот как структура затекстовой ссылки выглядит у нас. В тексте мы даем отсылку и в списке затекстовом мы оформляем ссылку. Есть заглавие, есть заголовок. Вот у нас два автора, поэтому мы обоих указываем здесь. Есть название заглавия, есть место издания, издательство, год, страница. Все. Для первичной ссылки этого бывает достаточно. И СБН можем приводить, можем нет. Как написано в методичке, как указано в методических рекомендациях и в образцах, вот ровно так делаем. Если там написано СБН, приводим. Но вообще это очень обязательный элемент, который хорошо бы указывать. Подсрочно после описания, так, Юлия. Сейчас скажу, да. Если это точная цитата, то да, тогда приводим. Вот, кстати, Юля, про затекстовые ссылки, но на ту же тему. А вот теперь смотрите. Если у нас здесь мы приводили просто на источник, предложенный авторами, все зависит от контекста самого текста. Простите за тавтологию. Вот у нас идет в тексте. Предложенный авторами подход к визуализации и схематизации процессов позволяет сделать то-то, то-то, то-то. Или, как считают авторы, этот подход позволяет сделать то-то, то-то. То есть мы ссылаемся на... Мы можем сослаться полностью на источник. Например, они там в четырех главах рассматривают это все, или это основная тема всей работы. Мы здесь даем косвенное цитирование. Мы не приводим конкретную цитату, поэтому мы можем просто сослаться на источник. У нас будет выглядеть вот так отсылка. Но если, возвращаясь к вопросу Юлии, про затекстовые, с подстрочными то же самое. Но если мы приводим конкретную цитату или мы приводим вот здесь какую-то схему, берем из источника, то мы должны вот здесь указать, откуда мы это взяли. Привели табличку или перечисление, или мы привели какую-то цитату конкретного человека, вот как вы спрашивали, да, то вот здесь мы приводим источник, и заметьте, страница, откуда в этом источнике, откуда мы эту фразу или эту схему взяли, если мы ее не размещаем отдельным рисунком. Тогда мы на нее должны будем дать отдельно в примечание ссылку на страницу. А мы, например, пишем, что вот авторы разработали такую-то схему, сме-приложение, там сидит этот рисунок, а дальше мы разбираем эту схему. Но ссылку на нее мы все равно здесь даем. Это конкретная схема. С маленькой буквы приводим номер, ставим квадратную скобку, ставим номер источника, запятая, привязанную к источнику, затем пробел, страница с маленькой буквы, с маленькой буквы, пробел, номер страницы, закрываем квадратную скобку. Причем, обратите, эти отсылки мы можем ставить, как в конце предложения, вот здесь до точки. Сначала ставим отсылку, а потом уже завершаем предложение, ставим точку. Можем в середине предложения. То же самое, как с подстрочными, как с внутритекстовыми. Мы это можем сделать. По смыслу. Если мы здесь напишем по-другому. В своей работе, или там авторы, ведущие, вы разработали и предлагают интересные схемы визуализации, которые позволяют нам что-то там сделать. Мы можем сделать вот так. Мы своими словами сказали что-то. Они предложили эти схемы. Конкретно они там по всему учебнику разбросаны. Ну вот открывай, читай, смотри. Тогда можно ограничиться одним источником. Особое внимание. Это вот общий момент. То же самое с подстрочными ссылками, кстати. Если это вы приводите конкретную цитату, даете сноску, например, и сноску и оформляете данные на вот эту книгу, то вот здесь в ссылке вы указываете, например, там только с большой буквы, страница 15, ставим точку. Мы говорим, что вот в этом источнике на странице 15 вот этот цитата находится. Но в списке источников в конце работы так корявенько напишу, мы указываем вот так полная, да, не конкретная страница, потому что мы 40 раз можем на этот учебник сослаться, и там будут разные страницы. 15, 28, 124. А в списке мы указываем полный объем всего документа. Вот это вот имейте в виду. Да, в круглых скобках приводятся внутри текстовые ссылки, внутри самого текста. Это вот мы про подстрочные говорили. Если я говорила, спрошу прощения. А внутри текстовые ровно так же, но внутри самого текста в круглых скобках мы приводим эти данные. По... Еще маленький кусочек про затекстовые ссылки. По затекстовым ссылкам. Вот такой пример. Значит, если мы приводим ссылку на конкретный фрагмент в тексте документа, то в ссылке мы указываем порядковый номер, в отсылке страницы, где он помещен, и вот такой вот маленький еще фрагмент. Вот в тексте у нас идет такой текст. Русский... в нашей работе русский философ Бердеев утверждал, что... и дальше пошла цитата. Вот пример, да, мы приводим. Источник номер 6, страница 24. Если у нас эта книга, то мы, как в предыдущем примере, действуем. А если это составная часть ресурса, если это, например, статья в сборнике, то тогда в затекстовой ссылке у нас будет приведена погенация. Если у нас здесь книга, то в затекстовой ссылке у нас было бы 367 страниц мы указали бы, да, как мы обычно делаем. Так здесь пробел. И все нормально. Если это статья, то в самой затекстовой ссылке мы приводим погенацию, то есть место расположения этой статьи в сборнике. И тогда у нас будет выглядеть вот так. Автор в заглаве, название. Автор мы не повторяем. Две косые черты. Они говорят о том, что это... Да, да. Что это составная часть. Вот эта составная часть, эта статья, это кусочек от ресурса. А сам ресурс у нас вот он. После двух косых черточек. Сборник, ну, например, умных мыслей. Какой-то сборник, его название приводим. Обратите внимание, Москва в ссылках. Вообще-то лучше писать полностью, но иногда сокращения допускаются. То есть если у вас в методических рекомендациях написано по-старому в ссылках, в ссылках, в списке источников, мы пишем города полностью. Но в ссылке, пока еще год не отменили, ну, вот сокращение есть. Если у вас в ссылках стоит в образцах, что приводим сокращение, значит сокращение. Но опять же, если сокращаем, то везде. Если не сокращаем, мы пишем полностью, то тоже везде, по всем ссылкам, чтобы не было каши. Место издания у нас есть, год есть. И страницы. Вот она, наша погенация. Мы ее вот здесь приводим. Здесь мы указываем конкретную страницу, где находится эта цитата, номер источника. А здесь мы указываем все страницы, где находится вся статья. Ну, и дальше мы уже просто на 24 странице открываем и смотрим этот кусочек, этот фрагментик. Вот вам подсказка. Здесь у нас тоже есть. Если мы за текстовые ссылки оформляем по ГОСТ 2018, как у нас нужен-нужен, нужен обязательно пробел, да, мы уже сказали, после страниц ставим. Если мы оформляем список источников за текстовые, в тексте оформляем как отсылки, да, за текстовые ссылки, но список мы оформляем по ГОСТу 2018, тогда у нас будет список источников вот так. Вот пример я вам здесь тоже привожу. Либо у нас будет просто номер источника, либо, если это конкретный фрагмент текста или высказывание, прямое цитирование, точное цитирование слов конкретного человека, мы указываем, с какой страницы мы эту взяли, может ставиться как в начале, так как в конце предложения. Вот смотрите, здесь у нас конец предложения и ставим точку, все. Либо в середине. Если это по тексту подходит, предложенные авторами, вот здесь удобнее было бы поставить в середине предложения. Предложенные авторами подход к визуализации или вот здесь предложенные авторами, да, и какими авторами, в какой, тоже можно в середине предложения ставить. А вот списки источников у нас будет значиться вот так. Мы даем библиографическое описание. В заголовке у нас только один автор. За косой чертой мы указываем обоих авторов. Сведения об издании, да, и СБН. Все элементы у нас на месте, но знак точка тире у нас появляется, так как по ГОСТу 2018 мы ставим не только точку, но и точку тире. Это один знак, который отделяет области между собой. При оформлении ссылок мы его, его допускается опускать. Чаще всего мы так и делаем. Внутритекстовая ссылка. Про внутритекстовые ссылки спрашивали. Ну что ж, коллеги, если вылетим, если опять уж нас совсем выкинет, ну, запись сделаем, не волнуйтесь, без материалов не оставим. Давайте я вам на всякий случай повторю ссылку на сайт, где можно найти презентацию. Презентация вот здесь. Так, если... Да, притормаживает, но появилась. Вот эту ссылку забирайте, я туда и остальные презентации тоже буду выкладывать по другим темам наших вебинаров, чтобы они не терялись и были всегда под рукой. Пока стоит пароль, презентация не скачивается с сайта, она там в виде слайдера, но ее можно смотреть в любом направлении, ну, в общем-то, для... транслировать, если нужно куда-то, все это можно воспроизводить. Значит, по внутритекстовой ссылке. Вот так мы ее указываем в тексте, внутри самого текста. Ну и видите, если мы можем в середине предложения вставлять ссылку, то вот в середину предложения, почему внутритекстовые не очень распространены, вставить вот это вот все, ну, как-то не очень, да, потом уже, пока ссылку прочитала, уже забыл, с чего предложение начиналось. Вот как мы сегодня, как прерывание, да, прервались, потом забыли, где у нас логика сюжета, повествование остановилось. Поэтому внутритекстовые используют не очень часто, чаще их ставят, если используют, то в конце предложения, чтобы не разрывать хотя бы на части повествование. И в списке источников они будут идти вот так. Оформляются по ГОСТу 2018. Список источников, список использованной литературы, поэтому она оформляется чаще всего по ГОСТу 2018. И библиографическое описание, так же, как и для подстрочных ссылок, то же самое, да, по номерам. Нумерацию, как вот с внутритекстовыми и подстрочными ссылками, что удобно, мы нумерацию как сами выставим, так и будет. Хотим в порядке появления в тексте, хотим по алфавиту, хотим по видам источников. В студенческих работах это частый формат формирования списка литературы. Ну, очень удобно сразу увидеть, сколько он статей прочитал, сколько он интернет-ресурсов посмотрел, научных, сколько он интернет-сайтов, роликов на Ютьюбе сюда попытался впихнуть. И прямо на защите, по видам изданий уже сразу можно составить представление, хотя бы первично, с какими источниками работал студент. Ну, и здесь мы это легко тоже можем сделать. По страницам. Вот то, о чем мы с вами говорили, просто визуально еще раз показываю. На примере подстрочной ссылки. Страницы мы можем указывать на все издание, все зависит от контекста. Если мы пишем в аналитическом обзоре с этими работами, эту проблему в таком-то аспекте рассматривали ли такие-то авторы или рассматривал такой-то автор, или она отражена в работах автора Кравченко, и вот тогда мы даем ссылку на него и указываем полное... Ну, в работе же отражена концепция, да? Или в своей работе высказывал мысль. Не, не скачивается. Вот это мы даем ссылку на конкретный фрагмент, на конкретную цитату. Когда мы ее в тексте кавычим, вот тогда, да, либо указываем конкретно какой-то кусочек текста. Вот тогда мы даем на какой странице это есть, в ссылке. Либо можем указать погенацию. Если, например, мы рассматриваем в тексте, что в таблице, представленной в учебнике Кравченко, рассмотрены вот такие-таки моменты, с которыми мы согласны, а вот с этими моментами мы не согласны. А таблица находится на двух страницах. Тогда мы их в ссылке указываем вот так. Но в списке источников у нас будет в конце идти только указание на полный объем всей книги, всего документа. Либо вот так мы можем указывать в списке источников, если это касается статей. Если это у нас статья, тогда да, тогда мы приводим погенацию. Так, и опять начинаем подвисать. Начинаем подвисать. Открылась. Хорошо. А вот теперь, коллеги, давайте посмотрим. Какие ошибки были допущены в оформлении этой ссылки, которая у нас проведена ниже. Давайте пройдемся прям по этой ссылке. Попробуем это сделать вместе. Уж прям не знаю, как это у нас получится, но пока вижу, сообщение проходит. Я иду по областям, а вы мне говорите, здесь все хорошо или что-то не так. Если что-то не так, то чего здесь не хватает или, может быть, что-то лишнее есть? Вот у нас заголовок. У нас есть автор. Так, ага, Елена. Да, в заголовке. И другие не указывают. В заголовке и другие не указывают. Три фамилии, ну, вообще-то их две, да, посмотрите. Вот, зато приведены сведения об ответственности. Да, два автора. Значит, их обоих мы должны были указать вот здесь. Тире сокращения. Да, вначале указываем обоих авторов через запятую и других убираем. Обратите внимание, пробел между инициалами забыли поставить, да, а он должен стоять. И инициалы после фамилии идут. Значит, у нас будет певень ЛВ, запятая, шишканов АИ. Дальше название. С названием у нас все в порядке здесь. Вроде бы, да. Ой, Марина Советская, у нас что-то... Клавиатура у вас, да. Да, тире сокращения названия журнала. Во-первых, сокращенное тире у нас не будет, это ссылка. Сокращение названия журнала не допускается полностью, да. Ничего, ничего, Марина, все нормально. Ольга, что надо? Да, перед названием журнала у нас две косые черты. Обязательно, потому что это у нас статья. Год, номер, тире, убираем. Страницы. Вот, Юлия Дрюкова, точно. Да, за косой чертой не повторяем, это вообще здесь не нужно. Точно, самое важное, самое главное, то, что мы очень часто упускаем. Точка в конце, все библиографические описания и ссылки заканчиваются у нас точкой. ЕС, Елена, запятая, да, убираем после фамилии. Для библиографических описаний, да, делаем, для ссылок не надо. Страницы. Было у нас такое про страницы или нет? Страницы, да, была. Вот Марина как раз написала, Савицкая, да, страница с большой буквы. Пробел у нас есть, все хорошо, но с большой буквы, да, точка, пробел. И дальше у нас пошли номера страниц. Елена, город не обязательно. Место издания, издательства мы опускаем в том случае, если речь идет об, как они назывались, аналитические описания, об описании составной части ресурса. Если это издание периодическое, в данном случае журнал, для журналов газет, мы можем опускать, и чаще всего опускается, место издания и издательства. Поэтому название журнала, год, номер и страница. Обоих авторов в начале, да, вот у нас наш автор, вот этот Шишканов, перемещается вот сюда. У нас будет певень ЛВ, Шишканов. Так, немножко накорябую АИ, да, через пробел. Ой, вот здесь, вот здесь, вот здесь точка через пробел. И дальше название. Вот здесь, в самой пагинации... Нет, 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 не ставим. Не ставим пробел в номерах страниц. Пробел не ставим. И здесь мы используем тире, да, как знак библиографический. А вот здесь мы используем дефис. Он будет маленький, коротенький. 45, дефис 49. Они ставятся вместе. Здесь пробелы не ставятся. Вот здесь они сливаются вместе в один кусочек. Пробел ставится только до них. И еще одно задание было, но сейчас уже не буду рисковать. Я его оставлю нам, для тех, кто захочет поиграть. Вы мне потом дайте знать. В группе я тогда размещу эту самую игрушку. Можно будет это задание выполнить. Да, и вот это задание тоже. Это у нас... Так, ответ не покажу. Комплексная подстрочная ссылка. Мы говорили, что можем составлять ссылку на один объект, а можем составлять ссылку на несколько объектов. Вот это называется комплексная ссылка. Она может быть подстрочная, она может быть затекстовая, внутритекстовая. На все виды ссылок она может составляться. Но внутритекстовой, конечно, нежелательно делать комплексные ссылки. Почему еще? Их стараются не использовать в работах. Представляете, на полстраницы у нас будет идти внутритекстовая ссылка, внутри текста, да, такое описание дуба. Разрыв получится очень хорош, не очень красиво, неправильно это как-то смотрится. Поэтому чаще всего используют для оформления работы либо подстрочной, либо затекстовой. Текст читается легко, хорошо, а ссылки, если нужно, мы на них отвлекаемся, да, внизу текста. Либо за текстом. Комплексная подстрочная ссылка. Когда она оформляется. Если объектов несколько, то мы можем их объединить в одну ссылку, вот как это сделано у нас здесь, на примере подстрочной. И они могут быть, как мы уже сказали, тоже для всех видов. Чаще всего используют в этом качестве подстрочные ссылки. Даже если у нас затекстовые тоже оформляют, но как-то не очень. Есть вариант, когда мы можем в методически, если мы сами составляем методические рекомендации, мы сами можем внести этот пункт, что вот в данном случае, там, в аналитическом обзоре, если у нас несколько объектов, на которые мы ссылаемся, они оформляются комплексной ссылкой, которая оформляется подстрочно внизу. А все остальные тексты затекстовыми. Ну, здесь уже как бы ваш выбор, как вы сделаете, как вы напишите, так и будут студенты мучиться. Чаще всего используются подстрочные ссылки для комплексных. И библиографические ссылки, которые включаются в состав вот этой комплексной, отделяются друг от друга точкой-запятой, пробелами, до и после предписанного знака. Несколько объектов в одной ссылке располагаются либо в алфавитном порядке, либо в хронологическом порядке, либо по языковому принципу. Например, на основе, там, графической основы, там, что-то у нас идет латиницей, что-то кириллицей. Мы сначала указываем кириллицу, потом латиницу. И вот таким образом, как бы, все, что на русском языке сначала, потом все, что на иностранном. Либо по алфавиту, либо в порядке появления в тексте. Вот как мы на них сослались в тексте, вот ровно так мы их и указываем в нашей ссылке. Варианты могут быть разные, но лучше всего, если они прописаны в методических рекомендациях, и этот вариант один для всего документа, чтобы не мучиться. Вот так они и оформляются. Сноска делается одна. Вот у нас идет описание книги. Затем пробелами с двух сторон отделенный знак, точка, запятой. У нас пошел, смотрите, второй автор, о котором мы говорили, точка, запятой, отделенная пробелами с двух сторон. Это предписанный знак пунктуации. И дальше пошел третий автор. Вот мы в тексте написали, что данный вопрос, или там данная проблема нашла свое отражение в работах авторов, в работах выдающихся деятелей науки и культуры, например, Федущего, Кравченко и Бердяева. Все. После этого мы ставим сноску и оформляем это комплексной ссылкой. То есть мы говорим, вот здесь этой ссылкой мы говорим, а где, собственно, в каких работах, таких выдающихся, они об этом говорили. Еще один вариант. Как оформляется комплексная ссылка? Если переключится. Ага, переключился. Если у нас, например, коллеги, сейчас звук есть. Поставьте, пожалуйста, плюсики. Если у нас есть звук. Есть. Отлично. Слава Богу. В записи, значит, все будет хорошо. Если у нас есть несколько произведений одного автора, но не будем же мы писать несчастного Федущего или того же Кравченко, 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 Кравченко. Его заменяют на его же. Вот используется вот такая вот фраза. В первом случае мы просто показали, на что она заменяется. Пишем фамилию автора, ставим двоеточие и дальше пошло перечисление его работ. его статьи, книги и так далее. Если приведено подряд несколько ссылок, которые, вот, заголовок у которых идентичен, работа одних и тех же авторов, то заголовки второй и последующих ссылок заменяем на словесные эквиваленты его же, ее же, их же. Если авторов несколько. И вот у нас здесь пойдет его же, его же или их же. В том случае, если фамилии одни и те же. Название работы различается. Либо еще один вариант, чтобы не путаться, не мучиться с этими их же, его же, они же. Ставится просто нумерация. Ставится в автор, вводим заголовок или авторы, если их несколько, но только в том случае, если все эти работы написаны всеми этими авторами. Через пробел двоеточие, а дальше пошла нумерация. Один скобка, муниципальное право, так же, как в пределном примере, да, нумерация со скобкой так же ставится. Ставим точка запятой, отделенная пробелами, и дальше пошла тоже номер два, номер три. Отделяем точкой запятой, пробел, точка запятая, пробел и следующий номер. И дальше приводим сведения об этом источнике. Ну и в конце не забываем точку обязательно, конечно же, ставить. Ну вот видите, у нас здесь и книги, и статья появилась. Нет, нет. Просто ставится пробел и через пробел у нас, вот так вот пробелом отделяется, через пробел оно идет. Лишних знаков здесь не ставим, не дописываем. Нам и так точек здесь хватает. И для затекстовых ссылок то же самое правило действует и для комплексных ссылок. Затекстовые также можно оформлять. Еще один вариант, как можно оформлять затекстовую комплексную ссылку, ну вот с порядковым номером, вот как мы здесь рассмотрели, затекстовые тоже можно вот так вот делать. В ГОСТе пункт 9.4, если не ошибаюсь, они прямо даже прописаны, что комплексная ссылка затекстовая с номерами вот так и оформляется. Ну вот они, да, те же самые правила действуют. Точка запятая, что для... Ну вот это мы указываем уже в списке. Но имейте в виду, это ссылка затекстовая. Если вы оформляете по ГОСТу 2018 список источников, у вас там комплексные затекстовые ссылки уже не будет, у вас там будут просто по номерам. С этим уже сложнее будет делать. И точно так же мы можем проставлять номера, так как для подстрочной, так же и для затекстовой. Заменять его же, ее же. Опять тормозит... Опять тормозит слайд. Ну мы видели по номерам, мы это можем проставить. Так, и надеюсь... Вот, перескочил. Слава Богу, переключился. Первичная и повторная ссылка. Мы говорили, что ссылка может быть первичной, она будет более полная, вот как в нашем примере, а может быть и повторной. Где-то потом, через несколько страниц, она повторяется. Мы ссылаемся на тот же самый источник, и вот здесь мы можем уже сокращать часть информации. Если мы в первичной ссылке привели максимум информации, еще и СБН дописали, то вот здесь мы можем ограничиться только вот таким набором. Заголовок обязательно. Один, два, три автора. Заглавие. И страницы. Причем, обратите внимание, вот это троеточие, отделенное пробелами с двух сторон, заменило нам год издания, издательство, место издания, и обратили внимание, часть заголовок, заглавия. Вот в этом случае, даже в заглавии, мы можем, мы можем это сделать. Елена, да, да, страница 176, книги со 162 страницами. Специально оставила для особо внимательных в конце презентации, кто у нас дожил, да, и обратит внимание на мелкие детали. Значит, смотрите, здесь вот какая штука. Заглавие можно сокращать, но, как справедливо заметила Елена. А вот представьте себе, считает ссылка на одной... Нет, нет, Ольга Веселова повторной считает ссылкой, если она на одной странице доклада. И да, и нет. И если она на других страницах доклада, реферата, курсовой работы, она уже будет тоже подстрочной. Подстрочной считается ссылка, информация о которой уже была полностью приведена. Вот мы ее один раз уже указали. Это первичная ссылка. Да, вот она. А потом мы еще раз на этой же странице, на другой, в конце текста мы опять на этот источник сослались. Это уже будет повторно. Если мы еще 14 раз сошлемся на этот же источник, это тоже будут повторные ссылки. Но на этот же источник. Поэтому их можно давать в сокращенном виде. Но смотрите, какая история у нас получилась. Вот Елена заметила, да, что в книге 162 страницы, а мы цитату со 176 приводим. Батенька, да что же вы делаете? Смотрите, какая история. Когда оформляете повторные ссылки, обращайте внимание, нет ли у вас, можно ли сократить часть заглавия. Можно ли здесь сократить часть заглавия? Вот у нас книга «Муниципальное право в схемах и определениях». А есть книга этих же авторов, которую мы тоже цитируем, которая называется «Муниципальное право, основы, исследования, факты, реалии» и так далее. И при сокращении основного заглавия это допустимо. Но обращайте внимание, чтобы у вас, если заглавия разных книг, одних и тех же авторов совпадают, при повторной ссылке не возникало вот такого казуса. Либо не сокращать, и можно не сокращать заглавие, оставить его целиком, и тогда нам будет понятно, что, а вообще-то здесь-то речь шла, и повторная ссылка сделана совсем на другой документ. Либо вот такой казус может возникнуть. Поэтому при сокращениях, при повторных ссылках очень внимательно смотреть, чтобы смысл не терялся. Иначе вот у нас казусы будут возникать. На часть источника, на периодическое издание, подстрочная ссылка, первичная. Если мы в тексте указываем, приводятся все данные в подстрочной ссылке, особенно если это первичная ссылка, название журнала, автор, заглавие, две косые черты через пробел обязательно, журнал, название полностью, год, номер, страница. Даже если мы в тексте написали вот так, в своей статье Кравченко рассматривает вопрос, какая статья, какой Кравченко, мы не указали. Поэтому мы полностью здесь и записываем. Автора мы не можем выкинуть из нашей ссылки. Но, если мы даем и допускается даже в первичной ссылке на статью писать два, если затекстовая, если в квадратных скобках в конце предложения пишем в тексте, пишем в квадратных скобочках два, если это отсылка, если мы используем затекстовые ссылки. Здесь мы говорим о подстрочной. Подстрочная ссылка, когда мы ставим сноску в тексте, да, вот здесь мы ставим сноску в тексте, и внизу страницы мы оформляем сноской. В Word ставится сноска и дальше мы пишем нашу ссылку. Вот здесь мы ставим раз и оформляем сноской. Мы говорим о подстрочных ссылках. Не путайте, у вас не должно быть в работе несколько видов ссылок использоваться. Тут подстрочная, там затекстовая, а то еще иногда вот так делают. Подстрочная, а потом вдруг бац, ставят затекстовую и закрывают предложение. Вот это, это подстрочная ссылка, а вот это совсем другой вид ссылки, это затекстовая. Тогда либо смотрите, какие у вас требования. Если у вас издание, например, или методические рекомендации требуют затекстовые ссылки, а вы откуда-то вместе с подстрочной скопировали кусочек текста, ну, бывает такое, да, ну, скопировали, да, честно, признаемся. Не заметили, оставили вот так вместе со сноской, а потом еще и добавили вот сюда, у вас получается в одном предложении два вида ссылок. Смотрите, что требуется от вас, лишнее убирайте. То есть здесь либо так, либо так. Двух вариантов быть не может. Хотя был у меня случай, когда попалась статья, которую готовили для научного издания. Не скажу, кто, где и какая статья, но это был просто суперпример. Кусочек откуда-то взяли с внутри текстовой ссылкой, потом поставили сноску и еще добавили за текстовую. Выбирается, да, обязательно только один вид ссылок. А вот человек сразу все три, это был уникальный случай, когда все три вида ссылок в одном предложении на один источник человек умудрился использовать. Поэтому, коллеги, только один ссылок по всей работе, только один вид ссылок смешивать нельзя. Так вот, возвращаясь к нашему крафчинку. А вот теперь смотрите второй вариант. Мы приводим, и это тоже первичная ссылка, но смотрите, как она выглядит. У нас только название журнала, только год, только номер и страницы. Потому что мы как бы рассказываем обо всем, что он в этой статье рассматривал. Не даем какую-то конкретную ссылку на какой-то конкретный фрагмент, рассказываем обо всей статье. И вот смотрите, в тексте, почему это можно делать? Можно делать только в том случае, если элементы, необходимые для проидентификации приведены в тексте работы. И в гости про это написано. Сравните, первый случай у нас было. В своей статье Крафченко рассматривает вопросы взаимоотношений в коллективе. И второй вариант, когда мы пишем в своей статье проблемы социализации личности в условиях коллективной работы, а и Крафченко рассматривает вопросы. То есть смотрите, заголовок у нас здесь уже есть, заглавие у нас здесь уже есть. И нам остается только ввести название журнала, год, номер и количество страниц, где оно находится. Елена увидела, да, я поменяю, не волнуйтесь, доступ, попробую сделать открытым. Не переживайте, пароль сниму, это мой сад, никуда информация не уйдет. Ваша информация никуда не уйдет. Это я уберу, это сделаем, открою вам доступ. Поэтому вот в этом случае, если у нас есть заголовок, есть заглавие в тексте самой работы, и если мы еще здесь написали, да, опубликованные где-то там, то вот эти данные мы можем в ссылке уже сокращать. Мы их можем не указывать, но только в этом случае. есть ли и заголовок, и заглавие у нас приведены. А вот теперь коллеги, маленькое такое задание на следующий вебинар. Надеюсь, что у нас все пройдет хорошо, и проблем уже практически не будет. Не пустил, да? Ольга, ничего, хорошо, я посмотрю и сделаю вам открытый просто доступ. Не волнуйтесь, презентация будет. Ну, вот сегодня какой-то у нас вот день такой технический. Что-то где-то подвисло. Задание. Подстрочная, первичная ссылка, которую нам нужно сделать. Вот это как приведено в тексте. Мы видим, что эта ссылка должна идти 24-й. Да, 24-й уже сноска, уже есть, номер есть. У нас есть информация об этом авторе. Вот что мы о нем знаем. Мы знаем, что автор зовут Савелий Сергеевич Мануилов. Название статьи у нас есть. Мы знаем, что она опубликована вот в таком-то журнале, в каком номере зовут и находится и на каких страницах она расположена. Задание к следующему вебинару. Составить подстрочную первичную ссылку. Запишите ее себе куда-нибудь и на следующем вебинаре мы проверим, что у нас получилось, кто молодец. И самое главное, еще попробуйте засечь время. За какое время вы эту ссылку сделали. То есть, сколько у вас ушло на ее оформление. О, вот Юля. Юля уже у нас прям сюда. Не торопитесь, уже сразу сходу вижу, чего-то у нас тут, что-то у нас не так. Не спешите, поэтому на следующий вебинар мы ее оставим. Ну, сделайте быстрее, значит, быстрее. Можно еще попробовать дать, например, своим студентам выполнить это задание, оформить ссылку, посмотреть, за сколько времени сделают они ее. ГОСТом пользоваться можно, можно пользоваться всем, что есть. Наше дело правильно, главное оформить. И на следующем задании, на следующем вебинаре начнем с этого задания и еще с нескольких, потренируемся с подстрочными затекстовыми ссылками и пойдем дальше разбираться. Что нас ждет на следующем встрече? Это будет 27 февраля. Мы посмотрим повторные ссылки на законодательные и нормативные акты, первичные и повторные ссылки на многочастный ресурс. Возьмем отдельный том из многотомника. Посмотрим, как оформляются ссылки на составную часть ресурса, статьи, сборников, периодических изданий. Сегодня мы про это начали говорить, но на следующем встрече мы еще раз это посмотрим более подробно. На то, с чего, чем закончили, с этого и начнем. Посмотрим. Вот сегодня нас промелькнул такой вопрос. Есть повторные ссылки, есть повторные последовательные ссылки. Что это такое, как их оформлять, и есть еще один такой интересный момент. Разные публикации из одного ресурса. Мы вот это вот тоже с вами рассмотрим. Это вот про повторные последовательные ссылки. Очень такая интересная, маленький кусочек. Что делать, если ссылка, если ссылка на источник повторяется через несколько страниц? Как ее правильно оформить? Мы сегодня чуть-чуть про это поговорили и дальше мы на следующей встрече посмотрим. Ну и, соответственно, как правильно волшебные там же, те же, туда же цит по указу СОЧ правильно использовать, как правильно их записывать. Это мы тоже на следующий вебинар с вами эти вопросы разберем. На этом, наверное, запись мы пока остановим. попрощаемся со всеми нашими зрителями, кто будет смотреть нас в записи и перейдем к выдаче сертификата. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!